Он даст четыре стадии развития. Первая стадия — энтузиазм, вторая — усталость, третья — надлом, четвёртая — разочарование. Понимаете, человек, который погружается в бурную жизнь, всегда проходит эти четыре стадии. Погружение в бурную жизнь — это хорошо, если это не является главным в нашей жизни. Главное в нашей жизни — это внутренняя жизнь, которая должна всегда гореть ярким пламенем, ярким факелом. Потому что если человек приходит ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, я не хотел бы никому пожелать таких событий, как одна женщина мне подошла и сказала, я не могу никому пожелать таких событий, которые произошли со мной недавно. Я их пережила. Я ей сказал, что в этом году я тоже переживал серьёзные события. На меня там и в прокуратуру писали, и президенту страны писали, кому только не писали. И всё заканчивалось всегда миром и покоем. Почему? Потому что я понимаю, что судьба хочет мне свои экзамены преподнести. И я решаю все эти вопросы только одним способом. Просто 8 часов молитвы в день, пока в сердце у меня наступит покой и облегчение. И всегда это заканчивается одинаково, победой. И всегда будет заканчиваться одинаково, победой. Даже если меня прибьют просто, возьмут и прибьют, всё равно никто со мной ничего сделать не сможет. Потому что я — душа. Потому что душа побеждает, когда она побеждает свою судьбу внутри себя с помощью веры и молитвы. Поэтому каждый человек должен понять. То есть я посмотрел на эту женщину, увидел, что она не понимает одной вещи. Что у нас не бывает событий, которые бы я не хотел пожелать никому. У нас бывают события, которые мы в силу своей слабости сердца не можем пережить. И в этом только проблема. И в чём заключаются мои благословения на будущий год? Мои благословения таковы, чтобы вы всегда помнили. Вот мои слова эти всегда помнили в следующем году. Что бы ни происходило с вашей жизнью, с вашей судьбой. Чем тяжелее, тем больше молитвы. Чем тяжелее, тем больше молитвы. Иногда мне приходилось по 8 часов в день молиться. Вы скажете, где время взять? Найдёте, если захотите. Можете раньше вставать, раньше ложиться спать. Или позже ложиться спать. И молитва, 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 молитва. Когда в сердце победа наступает, то однозначно она придёт и снаружи. Если человек реально способен так жить и побеждать свою судьбу, у него не будет такого, что я никому не пожелаю таких событий. Например, эта женщина не знала, что её ребёнок, который оставил тело единственной в семье, он попал на высшие планеты, и что он сейчас благословляет их, что он является ангелом-хранителем семьи. Но она бы это узнала, если бы она вместо страданий и переживаний думала в это время о Боге и о молитве. Потому что Бог никогда не даёт человеку то, что он не может переварить. Он человеку никогда не даёт то, что ему не нужно в жизни. Он всегда даёт только то, что является для нас самым ценным в данный момент. Если для нас самым ценным страдание является в данный момент, значит, надо это принять от Бога. Ко мне в Екатеринбурге подошёл один мужчина и сказал мне, Олег Геннадьевич, у меня все оставили тело, все, кто вокруг меня был. Я уже не знаю, как мне дальше жить. И мы начали, я говорю, давайте будем все эти экзамены с вами изучать. И мы начали изучать. И мы смотрим, вот дочка там оставил тело, и сын. Смотрю, сияет уже на высших планетах, радуется. Я говорю, вы чувствуете, что в сердце радуется этот человек? Он говорит, чувствую, но они доверяют ему. Давайте дальше пойдём. И так оказалось, что все люди, которые его окружают, они все уже там и все счастливы. И они все его благословляют, а он при этом мучается. Почему? Потому что он не хочет слышать голос сердца, через которого действует судьба. Понимаете, судьба ему уже показала, что ты всем уже помог. Теперь позаботься о своей жизни. Но он не хочет так жить. Он говорит, я не могу жить, я хочу оставить жизнь, оставить этот мир. Почему ты хочешь оставить этот мир? Если ты уже всё сделал, то, что нужно сделать, теперь доделай для себя. Сделай то, что ты должен сделать в своей жизни. Сделай свой вопрос решив, своей судьбой. И он возрадовался, у него сердце возликовало, он посмотрел на меня, и у него просто глаза пылали радостью, потому что он понял, какие экзамены Господь ему преподнёс в этом году и зачем. Я вас не настраиваю на то, что в 14-м году у вас такие экзамены будут. 14-й год будет лучше, в плане экзаменов легче. Ну, то есть многие люди считают, что это лучше. Я считаю, что это хуже. Потому что тот год, который даёт много экзаменов, это таким был 13-й год, не 12-й, а 13-й год. Он был годом экзаменов. Практически все люди получили свой экзамен. 14-й год вначале только будет нас экзаменать, потом будет у большинства людей развитие. Но даже в развитии не надо расслабляться. Человек не должен думать, что если сейчас страдания не окутывают его со всех сторон, он не должен думать о Боге, не должен думать о святости. В этом и проблема тех годов, которые дают нам расслабление. Эти года уводят нас от истины. А вот этот 13-й год, он сильно в истину нас погружал. Он очень сильно нас к истине приближал, потому что он давал нам возможность сдавать свои экзамены жизни. Веды говорят, что настоящая судьба проходит тогда, когда человек страдает, потому что в это время он приближается к Богу. А всё остальное время, когда у него всё хорошо, когда мы звоним по телефону, «Как у тебя дела?» «У меня всё хорошо». В это время человек просто спит. Просто спит. Его душа спит. И мы хотим вот этого сна, понимаете, в этой жизни своей. Мы хотим просто этого сна. Мы хотим, чтобы у нас всё было хорошо, чтобы не было никаких болезней, чтобы всё нормально, чтобы... И вот так спокойно умирить. Так это же просто зря потраченная жизнь. И поэтому Бог разрушает наше спокойствие, для того, чтобы мы и приблизились к Нему. Потому что душа, когда у неё всё хорошо и спокойно, чего она так сильно в жизни хочет, это просто пустая жизнь, никому не нужная. И потом будет опять вновь и вновь то же самое и то же самое. Ко мне одна женщина подошла в Уфе. Говорит, Олег Геннадьевич, чего бы вы мне пожелали? Я смотрю на неё, говорю, вот смотрите, вы уже много жизней подряд. Дом, семья, работа. Дом, семья, работа. Дом, семья, работа. Она говорит, я и в этой жизни так чувствую, что мне нужен дом, семья, работа. Главное для меня. Я говорю, я вам желаю найти Бога в этой жизни. Бога. Потому что дом, семья, работа — это то же самое. Норка, самка и поиск еды. Это животная форма существования, это животная жизнь, понимаете? Дом, семья, работа — это животная жизнь. Надо вырваться из этой животной жизни, надо стать человеком. Человек предназначен для того, чтобы строить свои отношения с Богом, в своей вере, в своей культуре, который специально, в которой мы специально родились, чтобы строить свои отношения с Богом. Я сегодня по утренней Уфе ехал, и мы разговаривали с монахом, который вез меня в аэропорт. И он меня спросил, а какая сила делает в Уфе то, что люди очень склонны ходить в национальных одеждах? Вот какая это сила? Вот что это за сила такая, заставляет людей традиции любить, свою веру и так далее? Я ему объяснил, что у каждого города есть покровительство. И у Уфы покровительствует божественное, такое, ну как бы высшее существо, как ангел, женщина, которая сама очень верующая, то есть она как бы верит в Бога, и поэтому люди все настраиваются таким образом. Видите, духовная культура – это не просто обычаи, как мы думаем, как инстинкты. Вот, допустим, у кошки есть обычаи почесать за ухом, сесть и полизать себе одно место тоже, ногу поднять вверх. Обычаи такое, понимаете? Но мы не кошки. Наши обычаи связаны с высшими силами, с высшим предназначением человека. Культура человеческая предназначена не для того, чтобы носить швейцарские часы и ходить в крутом костюме. Культура означает эти традиции, которые приводят человека к Богу. Все эти традиции нужны для того, чтобы идти к Богу, и их надо любить. Надо любить свою культуру, свою традицию и идти к Богу внутри своей культуры, своей традиции. Если вы чувствуете, что у вас вот такая вот культура, вот я вот, допустим, почувствовал, что меня тянуло в Индию все время, это тоже нормально. Я потом понял, почему это так. Потому что я в прошлых жизнях вот в этой духовной традиции был, и она естественным образом у меня вылезла наружу в моей жизни. Ну, у всех же по-разному. Кто-то в какой-то другой традиции духовной был. И куда вас тянет, там и оставайтесь. Оставайтесь в своей вере, в своей культуре и ближе к наставникам, ближе к духовному образованию, ближе к молитве, ближе к святости, ближе к Богу. Вот это то, что человек должен делать в своей жизни. Теперь некоторые говорят, я, Олег Геннадьевич, люблю слушать ваши лекции, и как бы я не пойму, то ли мне в эту сторону идти, то ли оставаться в своей. Мои лекции — это предварительное образование. Понимаете, мои лекции предназначены для того, чтобы вы погрузились в духовную жизнь, а не предназначены для того, чтобы вас вытащить из нее. Пытайтесь это понять. Оставайтесь внутри своей духовной жизни. Ищите себе наставников, ищите духовные отношения. Если наставник скажет, слушай теперь мои лекции, Олег Геннадьевич, я не слушай, я буду счастлив. Буду счастлив, что вы углубляетесь, что вы ближе к своей культуре, к своей традиции. Поэтому надо вот этот принцип жизни понять. Жизнь человеческая предназначена для того, чтобы понять, что я душа. Что я душа. И это очень и очень важно. И поэтому на своих лекциях мы настраиваемся, то есть сейчас мы будем читать этот настрой, в котором надо реально понять ответственность перед всеми людьми, которые сидят в этом зале. Вы ответственны за этих людей. Потому что благословение — это не просто «Пускай у тебя всё будет хорошо, пока, пока». Понимаете, благословение — это душевная сила. И если мы сейчас друг друга начнём благословлять, то тогда какой будет результат? Результат — будет победа. Будет победа результат. Часто бывает так, что уходит сын в армию, мать плачет. Она не плакать должна. Плачь означает бессилие, означает лень, душевная лень, нежелание победить судьбу. Когда сын уходит в армию, мать должна благословлять его, чтобы у него всё было хорошо. И потом взять на себя какой-то обед, допустим. Я буду каждую неделю поститься, раз в неделю, и молиться за то, чтобы у тебя в жизни всё было хорошо. Вот это называется любовь. А плакать — это не любовь. Это желание наслаждаться тем, что от тебя уходит сейчас в армию. Это не любовь, это скупость, слабость сердца. Вот у нас сейчас какая скупость, слабость сердца? Мы думаем, я сейчас здесь посижу на этой лекции, и меня благословят. И у меня такой хороший год тогда пройдёт. Это скупость сердца. А победа над своей судьбой означает сейчас настроиться, отдать своё счастье другим, благословить других людей. Когда человек отдаёт счастье, счастье бежит за ним. Когда человек хочет своего счастья, счастье от него убегает. Я с этим ничего не могу сделать. Я не могу вас сделать счастливым. Вы сами над своим сердцем должны сейчас делать свой подвиг, сами его совершить, своим внутренним усилием, сказать себе, надоело мне клянчить счастье. Я хочу служить святости. Я хочу жить для Бога. Я хочу выполнять наставления духовные. Я хочу по утрам быть счастливой и радостной. Я хочу молитвы. Я хочу настоящей жизни. Надо просить, требовать у судьбы этого всего. Это всё сбудется, потому что всё, что мы просим, это сбывается. Желание является главной движущей силой в этой жизни. Если вы спросите себя, почему у меня сейчас такая жизнь, потому что ваши желания и поступки это сделали. Что такое поступки? Это то, что уже формируется из желаний, или то, что формируется из наказания. Если желание неправильное и неправильный поступок, человек наказывается потом. Но есть светлые, чистые желания, направленные на Бога. Вот эти вот светлые, чистые желания, из них соткана удача в человеческой судьбе. Что такое удача? Это когда я могу победить ситуацию, могу победить. Удача соткана из желания. Она не из пессимизма соткана, и опускания рук. Она соткана из желания победы. И победа — это что такое? Я отвлекаюсь от своих проблем. Я хочу тебе служить. Когда человек так настроен, тогда победа приходит в его жизнь. И удача в сердце сначала появляется, спокойствие, потом знание, а потом вера. Он всегда будет в этом направлении обращаться потом вновь и вновь, потому что он почувствовал эту защиту. Защиту можно почувствовать, когда слабость сердца, вот это вот клянчение у судьбы из себя чего-то хорошего проходит. Когда человек приходит ко мне на консультацию, он знает, что Олег Геннадьевич может много чего мне сказать. И поэтому он трясется от желания услышать, когда я выйду замуж. То есть подарков, хочу подарков. Когда выйду замуж, когда деньги будут, когда здоровье будет, когда геморрой пройдет. Все, немедленно скажи мне. Олег Геннадьевич не Бог. Он не знает, когда у вас будет здоровье, когда геморрой пройдет. Он не знает. Потому что это Бог решает. Вы должны сами перед Ним сдать свои экзамены. Не надо требовать у меня счастья в своей жизни. Надо просто сказать, я пришла к вам для того, чтобы, во-первых, поблагодарить вас за лекции, а во-вторых, чтобы вы мне благословили меня найти себя в этой жизни, найти отношения с Богом, найти свою веру. Вот этого я хочу у вас узнать. А в сердце горит и говорит, когда выйду замуж, когда выйду замуж, когда выйду замуж. А вы сражаетесь с этим желанием. И когда вы не спросили меня, когда выйду замуж, и ушли от меня с благословения на духовную жизнь, в этот момент вы узнали, когда выйдете замуж. Потому что Бог будет доволен вами в этот момент, доволен. И Он вам все откроет, все ваши тайны, все секреты. Понимаете, о чем я сейчас говорю или нет? Что надо скупость сердца свою победить. И мы для этого собираемся вместе с вами, для того, чтобы эту победу одержать все вместе сейчас. Так, мы сейчас будем повторять, как обычно, я желаю всем счастья. Будем повторять не как обычно, будем повторять очень серьезно. Очень серьезно и сильно. Надо повторять громко, сильно, серьезно, я желаю всем счастья. Мы здесь как одна семья. Мы собрались для того, чтобы победить свою судьбу в этот год. Я обычно таких речей не говорю, на лекции. Почти не говорю. Но сейчас я очень решительно настроен, потому что мы должны сейчас благословлять. А благословение означает только одна вещь. Это... Раз, два, три. Надо отрегулировать звук, чтобы такого больше не было. Пожалуйста, кто там сверху нас сидит. Давайте, да. Помогите нам в этом. Это победа, понимаете? Победа — это то, что дает нам возможность. Понимаете? Вот сейчас что произошло? Хаос ворвался в нашу жизнь, да? Он сказал, что-то вы тут безобразники такие, совсем уже духовно настроились. И он попытался нас как бы победить этим микрофонным звуком таким сильным. Ребенок испугался. Но мы не дети, мы должны иметь разум. Мы не должны поддаваться на эти все провокации. И так, пока не будет победы в сердце, никаких благословений не будет. Надо настроиться отдать себя другим сейчас. Надо настроиться на то, чтобы в сердце загорелось желание служить. Нежелание беспокоиться о себе, а желание служить. Беспокойство о себе — это вот этот путь к несчастью, к страданиям. Помните песню Миронов пел? Там живут лесчастные люди, дикари, лицо ужасное и доброе внутри, плачут Богу, молятся, не жалея слез. Почему они плачут? Они хотят быть счастливыми, да? Ничего не получится. Поэтому они несчастные. Человек должен молиться Богу желанием служить, а не желанием быть счастливым. Желанием служить. Потому что тот человек, который просит счастья себе у Бога, он получает испытания. А тот человек, который просит служения у Бога, начинает с ним строить близкие отношения, получает счастье. Понимаете, да, о чём я говорю? Восстать надо против корысти, скупости в своём сердце. Восстать надо сейчас. Так каждый должен вспомнить в своей вере. Мы все вместе собрались разных культур, разных традиций. Почему так? Потому что это и есть настоящая жизнь. Вырваться из вот этой вот ненависти и злобы, которую люди постоянно культивируют по отношению друг к другу. Разные культуры, разные традиции. Понимаете, всё означает злоба и ненависть. Это означает по факту атеизм. Потому что атеизм означает любовь. Когда люди вырываются из рамок своей культуры и пытаются любить всех и собираются вместе, оставаясь при этом глубоко верующими людьми внутри своей духовной традиции. Развиваться надо внутри своей духовной традиции. Иметь наставников своей традиции. Свою молитву иметь. Ничего не менять в этом плане. Но, когда мы собираемся все вместе потом и желаем всем счастья, это называется мир и любовь. То, чего Господь и хочет на этой земле. Он не хочет, чтобы на этой земле только одна вера какая-то воцарилась. Понимаете, Он хочет, чтобы между разными культурами и традициями духовными были мир и любовь. И мы вот с вами сейчас собрались таким образом здесь. Я вам очень признателен и благодарен, что вы так настроены. Потому что вы знаете, что мы разные здесь. И мы вместе. А если бы вы еще пришли в национальных одеждах сегодня, кто-то в православных, кто-то в мусульманских, кто-то в буддийских, я бы был еще больше счастлив. Еще больше счастлив. Как это было в Уфе, допустим. Я видел людей в национальных одеждах. Там есть журнал в Уфе, девушки-мусульманки выпускают. Они пришли ко мне пообщаться. Они слушают мои лекции. Они все пришли в национальных одеждах. И этот журнал культивирует национальную моду. Он показывает, как лучше и красивее, когда вся мебель узорами национальными украшена, когда женщины ходят в национальных одеждах. Я просто восхищался этим всем. Понимаете, когда мы безликие, просто одеваемся, как Бог дал, по моде, по современной. Это не указывает ни на что, кроме меня. Я этим хочу подчеркнуть только себя. Но когда мы одеваемся в национальную одежду, я этим хочу подчеркнуть Бога. Чувствуете разницу? И когда женщины подчеркивают собой Бога, тогда они становятся привлекательными. А настоящему привлекательными. Потому что когда женщины себя Бога делают, это неинтересно. Но это все означает знание. Когда начинается молитва, весь мир раскрывается. перед человеком, в его жизни. Давайте сейчас будем вместе. Давайте сейчас каждый обратится к своей святости, к своей святыне. И мы сейчас очень сильно и дружно начнем повторять «Я желаю всем счастья». Потому что мы не можем повторять сейчас каждый свою молитву. Мы можем повторять только то, что для всех ценно. для всех культур и традиций. «Я желаю всем счастья». 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 Я желаю всем счастья. 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 Спасибо. А теперь у меня просьба к вам не хлопать, ничего не говорить, просто внимательно слушать. Я желаю вам всем счастья, духовного прогресса, обрести свои отношения с вашей святостью, высшей истиной. Я желаю вам всем в следующем году, чтобы цель вашей всей жизни была достигнута, чтобы вы встали на свой истинный духовный путь, который будет вести вас из жизни в жизнь к Богу. Я желаю вам всем удачи, чтобы Господь давал вам знания, как вам жить, как вам победить судьбу. Я желаю вам не падать духом перед трудностями, а включать свои отношения со святостью и молитву до полной победы, до достижения полной победы. Если вам будет совсем трудно, вспомните эти минуты благословений, которые вы сейчас испытываете. Вы получите силы для того, чтобы победить вашу судьбу. Сейчас я хочу вас благодарить за то, что вы живёте в моей жизни, за то, что вы слушаете мои лекции, считаете меня старшим своим. На самом деле, я просто смиренный ваш слуга, который хочет вам служить и дальше. И это большая честь для меня, то, что вы слушаете мои лекции и используете мою Личность для того, чтобы Бог общался с вами и давал вам свои наставления. Спасибо вам большое. Сейчас у нас будет следующая часть нашей программы. Я очень сильно мечтал и просил, чтобы мои друзья, которые участвуют в фестивале благости, на фестивале на этом, помогают мне своими удивительными концертами и творческими песнями, танцами. Они всё это делают сами. Это их песни, это их танцы, это их спектакли, это их музыка. Ну то есть это всё связано с нравственностью и духовной жизнью. Сейчас я вам немножко представлю то, что будет сейчас происходить, потому что в древневидической культуре люди, прежде чем театрализованное представление смотреть, а в него надо погружаться, начать переживать, они должны сначала познакомиться с тем, что будет. Они должны познакомиться с артистами и должны познакомиться с тем, что здесь будет происходить. Я не буду давать консультации и поздравления свои во время спектакля, чтобы вы поняли, что мы сейчас все вместе смотрим спектакль, чтобы вы на меня не отвлекались. Я сяду вот здесь вот сбоку на стульчике, вместе с вами всё буду смотреть, буду любить своих друзей, и ваша любовь, наше отношение передаться к вам, и вы все вместе почувствуете это всё. И они тоже почувствуют. Значит, что будет происходить? То есть сюжет такой. Талантливый бар по имени Феникс. То есть спектакль именно начнётся этим, что будут кричать «Феникс! Феникс! Феникс! Феникс!» И как бы он выйдет на сцену, это как будто его почитатели зовут. И Феникс за 15 минут до своего сольного концерта обнаруживает полную некомпетентность в самом важном для человека вопросе «Что такое жизнь?», «Зачем она нужна?». Поезд ответа на этот важнейший вопрос открывает Фениксу вход в другую реальность, где он встречается с олицетворёнными проявлениями жизни, которые он пытался понять. На его вопрос отвечают различные ипостаси, такие как «Любовь». И, разумеется, он получает совершенно разные ответы. Он встречается с тремя проявлениями судьбы и также получает три разных ответа – благостный, страстный и невежественный. Вы знаете из моих лекций, какие три ответа бывают. Он встречается со своими внутренними ребёнком и слышит его ответы. Он встречается со смертью. Ребёнок – это олицетворение души в человеке. Душа как ребёнок наш. Он встречается со своей смертью. Я сегодня видел смерть. Я когда летел на самолёте к вам сюда, прямо вот напротив меня я сидел, вот здесь отдыхал, а напротив меня на том ряду, на крайнем сидении, девушка начала задыхаться. У неё начались сильные спазмы, и она перестала практически дышать. То есть она просто задыхалась. И слава Богу, что рядом те люди, которые сидели с ней, они увидели, что она оставляет тело. Она реально уже побелела, вот так вся сжалась. То есть она уже просто даже сказать не могла «помогите». Мне не было на это возможности. Вот. И соседи её позвали, стюардессу. Она позвала врачей и два врача. Я и ещё один человек. Мы начали делать каждый своё для того, чтобы ей помочь. Начали сотрудничать. Одна женщина подошла, просто взяла её за руку и начала ей посылать свою любовь. Вот так вот. Мы втроём боролись за её жизнь в течение где-то около часа. Мы вроде бы ей уже помогли, а ей опять потом становилось хуже. И в конце концов мы победили. А потом, когда я вышел из аэропорта, её забрала скорая помощь, она была жива и чувствовала себя уже намного лучше. Я увидел то, что я видел и раньше в таких случаях. Я спросил себе, это должно было закончиться смертью или жизнью, если бы любовь человеческая не вмешалась в это всё. И я увидел за ней вот эту женщину в белых одеждах, которая хотела взять её в этот момент. Но так как мы любим друг друга, то тогда это не дало ей возможности взять. Поймите, что любовь человеческая спасает жизнь. Любовь человеческая. И вот здесь тоже придёт смерть с вами постричаться. И вы не должны её бояться. Она всего лишь наш экзамен. Наш экзамен. Его единственный враг Феникса тоже однозначно прав. И время, и азарт, и даже его самоиронизирующий сарказм всё принимает участие в диалоге. То есть они все становятся личностями. Божественные энергии, привлечённые важностью заданного вопроса и чистотой размышлений, также присутствуют, даруя свободу понятия принятия решения. Что выберет Феникс? Какой будет его индивидуальный ответ на этот очень личностный вопрос? Что такое жизнь?